как раз таки мы находимся в ленинградской области здесь на питера рукой подать вообще непонятно зачем сюда метро провели девяткино когда это уже за пределами питера но питер вообще на самом деле я думаю территорию менялся почему-то вот девятки надо в одиннадцати километрах от центра питера и это ленинградская область но допустим взять тот же ломоносов который там почти в 30 километрах 40 километрах от питера это питер в ленинградской области буквально отъехали от питера это девяткино более известный район как мурино вот почему девяткино я так и не могу понять почему девяткино когда-то станция метро называлась комсомольская здесь есть и железнодорожная станции метро здесь начинается новая жизнь когда-то я читал но здесь на этом месте был гольф англичане гольф площадку организовать с питера приезжайте короче девяткино и у вас получается слева плотная застройка из высоток по 24 этажа справа будет ну вот вот такая местность здесь немного сельской местности отдает даже по сравнению с проспектом ветеранов совершенно по другому но все равно вот здесь тоже высотками застроили покупая жилье здесь ленинградской области вы получаете ленинградскую прописку не санкт-петербургскую улица называется вокзальная все просто все-таки вот ленинградской области на немного то что победнее но как бы не так шикого выглядит хотя вот метро из петербурга единственное метро которая доходит до ленинградской области еще неизвестно когда до петергофа проложат метро я думаю ну к пятидесятому году дай бог конечно же вот в этим-то мурина и выиграла у застройщиков которые оккупировали эту территорию ну конечно дома по 25 этажей это на ноговато пожалуйста здесь даже почта россии есть не в одном новом районе там наподобие солнечного города и инфраструктура есть шавермы там всякие пекарни магазины разные какие вам только надо все там это есть но вот почты россии там сбербанк альфа банк это другой банк тяжело найти чтобы добраться вот до тех домов которые за этими дачами но нужно вот пройти через снт огороды с яблоками яблочки вкусные смотрите сколько еще разных домов частных мне кажется что когда-то со временем эту территорию тоже начнут осваивать кто-то ну соответственно может купить себе здесь огородик небольшой а потом возможно если его не выселят принудительно продать эту эту территорию и получить больше прибыли подходим к одному из домов тоже личный комплекс левитан здесь да здесь конечно да такое ощущается не городская атмосфера непривычно честно говоря неизвестно что здесь вечером происходит насколько фонари здесь подсветка работает это непонятно но с другой стороны конечно атмосфера совершенно другая располагает к такому духовному равновесию по сравнению с вот высотками которые друг другу настроены где нет нормальных территорий для выгула собак и вот мы подошли к речке которая называется ох то она как раз таки впадает в него в один из рукавов не вы мостик организовали не знаю сколько ему лет пляжик организовали это видимо вот прогулочная зона променантная от этих высоток ну вот единственно радует что они не друг с другом настроены какой-то песочек насыпали там видимо волейбольная площадочка по загорать можно выйти речушка суть суточками вот это да ох то как я уже сказал исторически много параллелей связано как раз таки с этой территории которая справа и здесь как раз таки с воронцовом которого была здесь усадьба большая усадьба не сохранилась но парк сохранился он так и называется воронцовский вот он также есть церквушка построенная им также графский пруд говорят там но выложено гранитом по курсу можно видеть часовню небольшую к этому району относятся мы идем по ленинградской области приехали на метро суда также ходят электрички с финляндского вокзала пожалуйста без проблем девятки на это вот дорога восточная мурина через снт ну что впечатление в принципе пока что спокойно непонятно утром что происходит по этой узкой дорожки когда люди ходят как они расходятся вообще ну вот в принципе это на два человека здесь даже с трудом расходятся вот но тем не менее вот такие елочка снегу красиво на самом деле да приятненько там даже кто-то живет честно говоря какой-то эксклюзив едят как будто вот так идешь не в городе да очень сложно здесь разойтись вот на этой улице сейчас встречные были люди на самом деле сложновато но и здесь я уже вышел на боровую улице по-моему так называется низкий поребрик двухполосная машин много кто-то может и заехать на поребрик спокойно можно автобусе ездить на автобусе поедем обратно сейчас посмотрим как пешком можно дойти до жека за речный парк который строит пик все российская контора застраивающая россию однотипными домами да это у нас главная улица которая находится восточном море за забором находится жилой комплекс удача застройщик совсем непонятный далее у нас пиковские дома и совсем понятно как туда можно проходить сейчас это надо вот идти вдоль вот этой доль главной дороги вот есть тротуаров еще не приспособлено и на монтаж к тут потом автостанция здесь вот соответственно можно еще как-то ходить но опять же на свой страх и риск это вот второй участок который более напряженный в плане того как доходить до пиковских домов вот я подошел к стройке пиковской стройки и мы видим вот восьмой корпус восьмой корпус отстроен здесь 24 этажа на дом который напротив у него 15 этажей стройка не идет корпуса 7 еще не построены даже но только вот бетон тока фундамент заливают сдача в конце двадцать пятого года восьмой корпус уже выстроим там будут отделочные работы но девятый корпус отстроен получается от метро пешочком но минут двадцать двадцать пять ну вот два момента это с пешеходная дорожка надеюсь когда-то все-таки построят и теоретически надеюсь что можно будет через ту же удачу ходить там через дома и потом через жилый комплекс левитан дальше также к метро девяткина может быть дорога там будет побольше но тем не менее не вдоль вот этого трафика который идет из токсова кто вообще девяткина в ленинградской области построил вероятно какой-то какая-то шишка из петербургского метрополитена еще советские времена у которого здесь была дача и он решил проложить на девяткина станцию метро которая в будущем сказала свое слово если вам понравилось мое видео подписывайтесь на канал и ждите продолжения всем пока